Друзья, привет! С вами Оксана. Я автор и ведущая этого канала правильной кулинарии Оксана Калюжная. И по совместительству косметолог и статист, работая около 20 лет, и очень-очень часто поступают вопросы по поводу особенностей ухода за кожей вокруг глаз. И чем старше становятся мои клиенты, и также теперь мои подписчицы на этом канале, тем чаще возникает такой вопрос. Сегодня мы рассмотрим несколько пунктов. Ну, первое, самое важное, что вы можете сделать в домашних условиях. Почему это важно? Потому что этот уход является наиболее постоянным, регулярным, и накапливаются препараты, которые вы внедряете, и дают хороший, стойкий результат. Второе, это что можно сделать для кожи вокруг глаз, для улучшения качества тургора, осветления кожи, омоложения в кабинете косметолога. Третье, это моя любимая тема, я могу ночью рассказывать вам с закрытыми глазами. Это ретинол, препараты с ретинолом, которые могут быть рекомендованы в домашних условиях, использованы. Это называется пилинг-крем. То есть пилинг для кожи вокруг глаз вы дома сделать не можете. Если вам недоступен косметолог, или вы курс прошли, хотите поддерживать этот эффект, которого добились, то вы тогда дома можете использовать. Я расскажу, по какой схеме он используется. Ну и также самый часто задаваемый вопрос, просто вот все годы, сколько я работаю, все 20 лет, по какой схеме, по какому рисунку нужно накладывать крем вокруг глаз? Вот вы купили себе, подобрали наконец-то, или вам подарили, и приносят зарисовки, как там по спиральке, и восьмерочке, и так дальше. Я, наверное, с этого вопроса и начну. Вдруг кто до конца не досмотрит, а это очень-очень важно. Ну так и быть, начнем с четвертого пункта. Крем для кожи вокруг глаз, так же, как и гели, и маски, и другие препараты, накладывается самым слабым из наших всех пяти пальцев. Это четвертый, неударный, самый слабый пальчик. Это делается специально, вы такую себе навочку сформируете, чтобы кожу именно не растягивать. Поэтому не запоминайте никакие движения, ни внутрь спиральки, ни поверх века. Так вы можете только растянуть кожу, ну и особо вы ничего тут не усилите, никакую циркуляцию. Нормально, если вы живой, здоровый человек, все там у вас нормально циркулирует от природы. Этим занимается ваша сердечно-сосудистая система, ваше пребывание на свежем воздухе, дыхание кислородом, правильный уход, достаточный сон, без переутомления, переохлаждения, я не знаю, там излишнего использования мимики, вот щурится некоторые, плохо видите, одевайте очки, купите себе линзы, солнце, защитные очки или козырек. Не придумывайте отмазки, почему вам нужно щуриться, я не могу без мимики, я не могу не щуриться. Все это возможно. А вот в самом-самом конце я расскажу упражнение, которое не самое приятное и не нужно его делать при всех, но оно эффективно помогает и мне в свои 46 лет в том числе, кроме косметических средств, справляться еще и со своей мимикой. Итак, показываю. Для кожи вокруг глаз мы наносим препарат, крем на четвертые пальчики, самые слабые и не ударные. Разогреваем их легонечко между пальцами, вот этими четвертыми, накладываем вокруг кожи глаз по орбитальной зоне, орбитальная зона тоже частый вопрос, это вот косточка, вы поняли, не века, не под века, а по косточке. Вот вы улыбнитесь, увидите где лучики, там и накладывайте. Значит тут вы больше всего крема можете накладывать и прикладываем методом аппликации, приложили много, затем помогаем ему впитаться, вот так вбиваем легонечко. Если крем точно вам подходит, вы наносите немножечко, совсем когда на пальцах уже совсем мало, и поверх века, поверху, и затем уже небольшое количество, ближе к векам, ближе подбирайтесь. И еще друзья, не стремитесь прям так намазать, там я не знаю, аж в ресницы заходить, потому что кожу, вы же не видите под микроскопом, она состоит из таких мелких бороздочек, мелких морщиночек, которые нам не видно. И кожа теплая, намного же теплее, чем крем у нас допустим в комнате. Препарат согревается, и благодаря еще нашей мимике, этим бороздкам начинает ближе подбираться к ресничному контуру, и может заходить в глаза. И таким клиентам, которые щедро активно мажут, прям в глаза, им очень трудно подобрать крем. И мы его меняем, меняем, берем уже сенситив, сенситив для чувствительных, для чувствительных. Оказывается, он просто клиент много накладывает, и он его запахом может быть раздражает. Просто еще нужно научиться и правильно наносить этот препарат. Итак, теперь с самого начала поехали. Что же вы можете дома для себя прикупить и использовать? Ну, все знают крем. Для молодой кожи это гель. Есть средний гель-крем. Есть маски. Есть крем-маска. То есть, это маска, которую не нужно смывать. Обычная маска, ее нужно через 15 минут смыть. Жирненько накладываем и смываем затем. Крем мы используем утром и вечером. Если вы наносите макияж утром, то вы тогда возьмите на утро крем-гель или легенький какой-то крем, такой как мусс, очень легкая консистенция, чтобы он вам не жирнил кожу, не мешал вашему макияжу, чтобы макияж не растирался и не растекался. А уже на ночь тогда вы возьмете питательный кремчик. Еще, если вы часто путешествуете, много находитесь на работе, в дороге, ну, грубо говоря, домой только поспать приходите, то, конечно же, у вас будет недостаточный уход. Вы в спешке, может, каждый день, не каждый день нанесете тот крем. А кожа нуждается чаще, если честно, если уже увидели проблему, она чаще нуждается в уходе, в подпитке, в увлажнении, в подтяжечке, чем только утром и вечером. А если вы забудете, то это 2-3 раза в неделю. Ну, в общем, этого мало. Для того, чтобы решить проблему, нужно ей качественно и активно заниматься. Тогда для вас могут быть рекомендованы такие спреи, как, знаете, для лица термальные водички. Вот вам нужно подбирать для чувствительной кожи, которая подходит и для лица, и тоже для кожи вокруг глаз. И вы в течение дня минимум 2 раза можете им подбрызнуть. Или летом так не хочется крема, когда жарко, тебе кажется, что он тебе будет мешать. Смело тогда подбрызгивайте. То есть моя рекомендация утром и вечером крем специальный, днем 2 раза подбрызнуть и через день или дважды в неделю делать маски для кожи вокруг глаз. Если у вас на неделе никак не получается, вы делаете тогда и в субботу, и в воскресенье. То есть 2 выходных, то что подряд не страшно. Наоборот, кожа напитается, накопятся в ней питательные вещества. Ну еще тяжелая артиллерия для домашнего ухода. И может он быть у вас в сумочке. Такие есть ролики. Ну вот, как знаете, маленькие дезики с роликом. Вот выглядит точно как ручка. Тут содержимое капсулы это жидкость, сыворотка. Сыворотки, вы знаете, что я очень уважительно к ним отношусь. Они глубже проникают, чем крем. Крем на поверхности выполняет большую защитную функцию. А сыворотки с использованием, сейчас изготавливается нанотехнологии, они очень глубоко проникают туда, где и образовывается морщинка. Вы поняли? Мы работаем с первоисточником, где морщина появляется. Сыворотки. И у них такая капсула стеклянная. И на краешке такой ролик, как вот дезодорант роликовый. И этот ролик маленький. Вы ему так проводите. Тогда сюда провели, провели. Два раза по низу, раз по верху. Этот ролик, когда вы прижимаете, он и немножечко массажирует. И позволяет сыворотке равномерно распределиться. То есть не нужно там ни открывать, ни нажимать. Вот этим легким прижатием вы и будете вводить по препарату. То есть сразу выходит сыворотка, и вы по ней уже легенько делаете массажи. Ну, это есть такая у меня в работе, она прямо называется СОС. Я не могу рекламировать на канале никого. Ну, я могу ответить на ваш вопрос в комментариях, если вы спросите, что это за СОС. И которым мы уже, ну, лет больше 10, намного больше 10 лет пользуемся. В общем, по домашнему уходу вот это, если бы вы сделали, это было бы шикарно. Дальше. Как происходит уход за кожей вокруг глаз в косметическом кабинете? Это может быть отдельная процедура. Но чаще всего, когда осуществляется уход за кожей лица, шеи и декольте, ну, как же, клиент лежит с маской на лице и даром гуляет кожа вокруг глаз, понимаете? Это же невозможно такое. Я тогда рекомендую, ну, кому что, по возрасту и по проблеме, насколько худенький или плотненький клиент, ну, по разным, по разным, по разным критериям подбираю уходы. Ну, чаще всего, самый популярный и такой бюджетный более-менее, это он выглядит так. Так, сначала демакияж любым жидким средством, затем прямо тщательно умывание препаратами для кожи вокруг глаз с осветляющим эффектом. Я беру гель, независимо от того, зима или лето, какой сезон, я вообще сторонник геля. Я не призываю ими каждый день пользоваться, есть и пенки, гидрофильное масло, молочко и так дальше. Но, если вы хотите хорошего эффекта, уже занялись этим вопросом, то тогда нужно использовать именно гель. Итак, первое, демакияж жидкостью, затем умываем длительно, тщательно, с массажными движениями, подготавливаем кожу, усиливаем циркуляцию крови, согреваем ее, и с помощью рук, и с помощью теплой воды, не горячей, горячей я тоже противник, чтобы умывали. Кстати, вы мне можете задавать вопросы, я даже и не предполагаю, что вас может беспокоить. Такие интересные вопросы были, когда я сделала видеодиагностика по пупку, что я теперь заново открываю и заново смотрю на эту проблему, и оказывается, это беспокоит моих подписчиков. Итак, сделали массажик по гелю, по средству. Если его мало, мы либо его добавляем, но много тоже нельзя, чтобы не пересушил кожу вокруг глаз, а добавляем еще теплой воды, массируем, 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 массируем. Затем делается специальный пилинг уход для кожи вокруг глаз. Ватной палочкой рукунается в специальный, очень деликатный раствор, и вокруг глаз вот так хорошо мы прорабатываем, прорабатываем кожу. Затем он смывается или нет, это зависит от того, как указывает производитель. Затем накладываем крем-маску густо и жирно, и закрываем сверху альгинатом. Альгинат это маска на основе высушенных водорослей. Я чаще всего беру с хлорофиллом, которая готовится вот одна порция на одного клиента, тут же, чтобы на глазки нанести. Почему? Если вам ее приготовят на производстве, она будет содержать консерванты, эмульгаторы, стабилизаторы, ароматизаторы, отбеливатели, чтобы она была белоснежная и красивая. Мне это все ничего не нужно, и вашей коже вокруг глаз точно это не нужно. Нам нужен эффект и результат. Заливаем. Если вы впервые переживаете, боитесь, можно прослыть бинтиком, но лучше все полностью, все натурально делать. Затем снимается и накладывается не тяжелый, уже не жирный препарат на выход. Крем на выход, который впитается, внедрится, и вы уже красавица. Если этого ухода недостаточно, курс его 4-6 процедур с интервалом 5-7-10 дней. Тогда подключаются химические пилинги для кожи вокруг глаз, четырехэтапный шаг за шагом, тоже ватная палочка, обрабатывается, обрабатывается. Такие пилинги уходы могут вызвать шелушение, и это очень хорошо. Вплоть до светло-коричневой корочки, кожа быстро иссушится, состарится и отшелушится. Но под ней же новенькая, красивенькая. Это наподобие пилингов химических для кожи вокруг глаз, которых множество у меня на канале. Ой, для лица. Вот точно так же делается для глаз, только другой берется, конечно же, став более щадящий. Если вам не подходит ничего химического, вы такой аллергик, сумасшедший, что ничего не можете ни съесть, ни намазать, тогда для вас микротоки. Это аппарат от разработчиков Дарсонваля. Такие специальные две насадочки, ролики железные, холодные, плюс и минус. Практически как в физкабинете. По специальному гелю мы проводим близко-близко, прям под бровью, но чуть ли не навека делаем. И у нас укрепляются мышцы, подтягивается немножко бровка, следовательно, она на себя тянет кожу вокруг глаз. Вот таким образом разглаживается. Не кремами и химическим, а просто механически. Приподнятая бровь автоматически подтянула на себя немножечко и кожу. Ну и в завершение, друзья, это мой любимчик. Более 17 лет я знаю и люблю и уважаю этот препарат. Это крема пилинги с ретинолом. Они есть в разных фирмах, есть с разным составом. Опять же могу в комментариях сказать 2-3, которые 5-10 лет у меня в работе. Больше 10 лет. Или вот сейчас новинка, всего второй год, но тоже эффект супер. Мы на нем, грубо говоря, все и сидим. Крема с ретинолом наносится только на ночь. Есть отдельно для лица крема и сыворотки. Есть для кожи вокруг глаз крем. Мы его накладываем первый раз, когда только купили, принесли его домой. Через день для кожи вокруг глаз. Не втираем, не внедряем. Он подействует, но просто не так, что вы нанесли и сразу в подушку легли лицом, и он вытерсло. То есть вы должны дать немножко времени ему, чтобы впитаться. Итак, первую неделю через день, следующую неделю каждый день и третью неделю каждый день. И вот в конце третьей недели, возможно, вы увидите легенькое шелушание и уже видите результат и обновление кожи. Ну и все, друзья, позвольте откланяться. Очень надеюсь, что мои спонтанные и добрые советы для вас стали полезными. Напишите мне об этом как-нибудь, дайте знать. Всем добра здоровья и пока!